В Муроме появился батальон штурма и разграждения инженерно-саперного подразделения. Он обеспечивает инженерную поддержку общевойсковых подразделений, которые штурмуют здания в городской местности. Все подробности о новых защитниках Отечества узнала Евгения Палагина. Единственный в вооруженных силах страны батальон штурма и разграждения инженерно-саперного соединения в действии. В рамках боевых учений на территории заброшенного комбината «Красный луч» военные показали всю мощь и подготовку инженерных войск. Согласно легенде, группа вооруженных террористов засела в стенах старой ткацкой фабрики. В бой вступает штурмовое подразделение. В советское время в составе Красной армии было сформировано 26 инженерно-штурмовых бригад, в том числе мотороризированных. После Великой Отечественной войны необходимость них, как посчитали, пропала. И на долгое время о них забыли. Локальные войны показали – данные подразделения необходимы. Год назад в России был сформирован батальон в составе 1-й гвардейской инженерно-саперной Бреско-Берлинской краснозаменной орденов Суворова и Кутузова бригады. Для США и стран Европы такие подразделения уже не новшества. Особенности подразделений – экипировка. Защитные костюмы сапера, шлемы с активной защитой слуха, средства связи и видеорегистрации. Система охлаждения, карманы для боеприпасов и универсальное крепление. Мы четыре года шли, меняя костюм за костюмом, улучшая характеристики, принимая на снабжение более прочные материалы, но легкие. Сегодня мы штурмовика одели в совершенно новый вид, чтобы он мог действовать автономно, самостоятельно, не теряя связи со всей группой. К снаряжению нового поколения придется привыкнуть, признается солдат Иван Туманов. В экипировке пусть и никак в рубахе, зато защищенность максимальная. Везде вставляются различные защитные пластины, плечи, грудь, спина, все защищается. Здесь вот тоже все может регулироваться, подстраиваться под себя. Служил в разведтроте спецназ ГРУ. Это срочная служба. Сюда попал, как услышал, что набирается такой батальон. Захотел сюда сразу. Вот пришел, прошел отдор. Нужно было психологические тесты пройти, физические. И сдавали зачеты. В рамках показа мощи и возможностей нового подразделения прошла историческая реконструкция боя периода Великой Отечественной войны между штурмовой группой Красной Армии и подразделением Вермахта. Совсем скоро новый Муромский батальон перестанет быть единственным в России. По словам Юрия Ставицкого, в каждом военном округе в обязательном порядке появится штурмовая рота. Евгения Палагина, губерния 33, при содействии телерадиокомпании «Муромский Миродиан».